Девушки отдыхают Девушки отдыхают Детально, ну просто вот как вы любите Значит нам предлагают выбрать персонажа Я никого не знаю пока еще из персонажей этой игры Но думаю что вот этот образ сегодня станет нашим героем Ух ты А если так? Вот так-то лучше И нам предлагают ввести пароль Как и в третьей части Runaway Так, также можно выбрать Уровень сложности Сложность низкая Сложность средняя Горячие точки включены Помощь отключена И сложность высокая Горячие точки и помощь отключены Ну Есть некоторый минус в том, что будут отключены горячие точки Надо будет проводить дополнительный пиксель хантинг Однако На низких сложностях Конечно вы знаете, что Игры здесь не проходятся Только максимальная сложность Только максимальная отдача от игры Будем брать от нее все Ну что ж, ребят Сегодня мы будем начинать Только перед началом Должным будет поблагодарить Ивана Калинина Да-да, он нам дарит продолжение этого позитива Он сделал заказ на прохождение этого квеста Иван, тебе спасибо Ты помогаешь существовать каналу Ну а мы с вами начинаем играть в новый хит Сегодня вместе Господа и дамы Прежде всего Вам следует знать Что в этой истории Довольно много Эм Эм Ладно Не говорите, что я не предупреждал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мюррей 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 Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че- Минутку. Эта история начиналась не так. Ах да, дамы и господа, эо, давайте начнём с самого начала. Да, сначала будет лучше всего. Focus Home Interactive представляет. Игра Pendulo Studios. Новый хитр. Дамы и господа, добро пожаловать на ежегодную церемонию награждения кинопремии Фредди в жанре ужасов, на которой выдающиеся монстры большого экрана будут спорить за золотые статуэтки. Пожалуйста, проходите в зал, занимайтесь своими... Что ты сказал? Не слышала. Прекрасно слышал. Молодец. Я не глухая. Просто тупая. Хамло. Дура. Дэн Мюррей, босс поручил этот репортаж нам обоим. Если ты не пойдёшь со мной на церемонию... Неужели не справишься одна? Конечно, справлюсь. Бедняжка. Дэн Мюррей, я пойду на церемонию и напишу репортаж, достойный Пулитцеровской премии, понял? И что, ты так запросто оставишь меня замерзать? Чтоб ты окалел. Да, что тут у меня для согрева? Эо, Дэн, вот это событие! Я взяла столько интервью! Материалы на два разворота! Фитц Рэндольф, Мошка, Кром Ха, Ева Морте, поэт, мрачный жнец, рыжий коротышка из фильма «Кулак в бороде». Потрясно. Как же его зовут? Что это? Это антифриз. Дэн Мюррей, ты что, напивался, пока я отдувал из-за тебя? С меня хватит. Репортаж пойдет только под моим именем. Пускай тебя увольняют. Я даже больше скажу. Если меня позовут копать тебе могилу, я... Что он творит? Альберт? У Фитц Рэндольфа? Зачем? Привет. Что он задумал? Наконец. Настоящее расследование. Идем. Дорогая, я спортивный журналист. Если он пристукнет тебя битой, позови. Вот так Лиз Аллер и вляпалась в эту историю. Она решила проникнуть в тот кабинет во что бы то ни стало. С Дэном или без него. Очень мне нравится голос ведущего. Отлично. И, похоже, мы начинаем. Да, получаем управление нашей героиней Лиз. Скажу, что мне немного не хватило звука двигателя. Этого роскошного кабриолета с такой китовой мордой в заставке. Ну и справедливости ради, в самом начале нашего прохождения хочется отметить, что, по словам самих разработчиков, это лучший квест их студии. Таковым они считают свое детище. Надеюсь, что у нас тоже сложится такое же мнение, потому что вступление уже заинтриговало. Посмотрите на это ночное небо. Посмотрите, как много звезд. Как оно чисто и как прекрасно. Под таким небом сейчас бы хорошо им целоваться в этом кабриолете, но что-то не задалось с самого начала. Давайте познакомимся с интерфейсом. Помощь нам недоступна, так как мы выбрали максимальный уровень сложности. Собственно, как и горячие точки. А вот в рюкзак мы можем посмотреть, и у нас есть два предмета. Диктофон и пропуск журналиста. Начнем осмотр с первого предмета, с диктофона. Пленки под запись осталось всего минут на пять. Вот бы заполучить признание Большого Альберта. Да, Лиз назвала так много всяких героев в начале, в этой заставке. Запомнить бы их всех. Интервью на пленке станут основой отличного репортажа. Но это ерунда по сравнению со статьей, которую я напишу, если узнаю о делишках Большого Альберта. Очень, кстати, стильный ретро-дизайн у этой штуковины. Интервью на пленке станут основой. Но это... Как вы заметили, бывает несколько описаний предметов, поэтому уже понимаем, что будем смотреть по несколько раз пропуск журналиста. Без него меня не пустили бы на церемонию вручения и на вечеринку. На фотографии я вышла неплохо, что бы ни говорили мои сестры. На фотографии. Ну да, я тоже так считаю. Хотя девушкам, любительницам красоты всегда будет что сказать друг другу касательно макияжа и того, что можно улучшить. Для нас, мужчин, все это выглядит проще, поэтому я соглашусь, что все красиво. Так, теперь начинаем внимательно изучать каждый пиксель, чтобы не пропустить ни один объект, ведь мы не можем посмотреть их в подсказках. Багажник. Интересно, что там у Дэна? Интересно, что там... Ин... 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 Здесь, кстати, только одна реплика. И что же там у Дэна? Что у тебя в багажнике, Дэн? Для тебя недостижимое. Ха, тоже мне. Будто я собиралась открывать его. Тем лучше, потому что я тебе и не позволю. Значит, все довольны. Очень довольны. Хорошо. Хорошо. Да уж. Между ними точно какая-то собака пробежала. Дэн не разрешает мне открыть его. Хам. Дэн не разрешает мне открыть его. Хам. Итак, и так. Дэн... Посмотрим на Дэна. Хам. 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 Можно с ним поговорить. Сейчас мы это сделаем, только досматриваем машину. Капот. Как-то раз мою голову защемило капотом папиной машины. Энн Мари, моя умная сестра, была Тарзаном. Квинни, моя красивая сестра, была Джейн. Я была читой, а автомобиль крокодилом. Это очень интересная история. Как-то раз мою голову защемило капотом папиной машины. Я была... Когда... О, вот смотрите, есть другая реплика. Когда капот закрыт, зубов не видно. А знаете, что еще хотелось? Посмотреть вот тут цели. И здесь мы видим попасть в кабинет. Фитц Рэндальфа. Так. Из нее вытекают еще... Вот это, видимо, дополнительные цели. А это потом станет основой. Так. Тут еще цели. Два, три, четыре, пять, шесть. Если это разбивка на главы, то нас ожидают шесть глав, как и в Runaway. Разработчики решили не отходить от этой традиции. Мне это нравится. Но в панели управления мы можем сохранить игру, посмотреть авторов, отрегулировать звук. Я, пожалуй, немножко убавлю. Вот так. Выключать полностью не нужно. Так. Тут можно диалоги подключать даже. Я не хочу играть в крокодилов. Пусть лучше будет закрыт. Как будто он спит. Хорошо. Так. Пробуем поговорить теперь с Дэном. Эо, Даун. Как дела? Лучше, чем у тебя, дорогая. Начнем расспрос с первого варианта. Когда босс узнает, что ты ни шиша не делал, тебе мало не покажется. Когда босс узнает, что ты ни шиша не делал, тебе мало не покажется. Он не узнает. Ведь Лис Аллер не стукачка. Иногда я могу ляпнуть, не подумав. Ты не посмеешь. Давай проверим. Так что ты такого натворил? Встретил тебя. Ты же сделал что-то такое, из-за чего босс перевел тебя из твоего любимого спортивного отдела в светскую хронику. Дэн не отвечает. Ты завел шашни с женой босса? С этой ведьмой? Скорее уж я заведу шашни с... Ни с кем. Ты кому-то врезал? Хук слева, я не помню. Хук справа, если так, то он сам напросился. Боссу надоела твоя расхлябанность. Он давным-давно сыт мной по горло. Теперь это его обычное состояние. Мне наплевать на тебя и на то, что ты делаешь. Какое облегчение. Что, Большой Альберт забыл в кабинете Фиц Рендельфа? Не может быть. Ты до сих пор не выяснила? Лис Аллер, мастер журналистского расследования. Какой провал. Хочешь послушать историю Большого Альберта? Я ее знаю. Ты не скажешь мне ничего. Большой Альберт, ранее известный как существо, был реанимирован электрошоком и собран из трупа неудачливого культуриста и мозга величайшего ученого нашего времени. Четыре года назад он запустил собственную линию одежды и аксессуаров. Получил Нобелевскую премию по медицине три года назад. По философии два года назад Нобелевскую премию мира в прошлом месяце. Я закончила. Очень интересная история появления Альберта. В последнее время многие монстры занимаются необычными вещами, верно? Урод Фрэнки Стэнки исчез на три дня и вернулся с прооперированной мордой. Теперь он на десять лет уродове. Эта история с Большим Альбертом может стать сенсацией. Самый умный человек в мире пойман с поличным. Эксклюзивный репортаж «Полоумный лис» из газеты «Много букв». Ты дружишь с кучей разных людей, верно? Квота исчерпана, дорогая. Попытай счастье в следующем сезоне. Хам! Полоумная. О чем мы говорили? Ах, да! Полегче с антифризом. У тебя от него все лицо распухло. Хук слева – это тыквенный пунш. Хук справа – ты что, сама пила антифриз? Вот еще. Я просто намазала им лицо. Было холодно. Чтоб ты окочурился от холода. Твое здоровье. А ночь была такой теплой, чарующей пение сверчков, которые там буквально гудели где-то в траве. Ласкала тут слух нашей героине. Посмотрим, что еще мы можем увидеть здесь. Капот. Мы посмотрели. Дэна мы также изучили и поговорили с ним. Хам! В багажник нас пока не пускают. И, видимо, на этом экране все доступные нам объекты и персонажи заканчиваются. Особняк. Так, а можем ли мы правой кнопочкой, как в рановей, поменять курсор, чтобы послушать описание? Нет, здесь так нельзя, друзья. Хорошо, давайте двинемся к особняку. О, как тут красиво горят факелы. Это курсор возврата на предыдущий экран. И там был еще какой-то театр, да? Ну, давайте посмотрим на театр. Он вообще-то огромный, но на церемонии было столько гостей, что и крокодил бы не протиснулся. Теперь там никого нет. Те немногие, что остались, отправились на вечеринку. Церемония вручения Фредди за лучший ужастик была душераздирающей. Теперь там никого нет. Теперь он вообще-то... Теперь там... Так, все посмотрели. Можем ли мы пойти в театр? Давайте просто проверим. Нет, он закрыт и внутри никого нет. Я уже была там сегодня. Нет, там жутко... О, что-то новенькое. Нет. Нет, там жутко воняет. Слишком много народу, мало туалетов и никакого чувства меры. Чувство меры в размерах плохо развито у этих ребят. Так, что-то было, друзья. Это все тот же театр. Саундтрек отличный. В особняк пока не будем заходить. Хотя можно это сделать. Посмотрим его снаружи. В частности, интересует очень окно, в котором мы заметили Альфреда. Собачья будка. Там внутри Тоби Третий, любимый питомец Фицерендольфа. Там внутри Тоби Третий. Там... На некоторых объектах всего одна реплика. Ну, будем смотреть, где две, где одна. Собачья будка. Взаимодействуем. Ну и вредина же ты, Тоби. Я хотела погладить его, но теперь пусть не надеется. Он злюка. Больше не подойду к нему. Он злюка. Он злюка. Я хотела погладить его, но теперь... Так, а мы с вами еще не пробовали совместить предметы. Сколько ни записывай, интересных заголовков здесь не найдешь. Наоборот. Есть даже такие вот моменты, когда в отказ уходят. А что если попробовать записать лай? Мы с сожалением сообщаем, что сегодня Тоби Третий не будет делать никаких заявлений. Спасибо. Отлично. Мы с... Как насчет хама? Мне кажется, он может сделать несколько заявлений о полоумии, Лис. У него свой есть. У него свой есть. Она воспринимает это как то, что я ему передаю его. Так. Двинемся далее. В холле горит свет и на втором этаже здесь... Кто-то там есть. О, а это кто? Робот. В таком укромном местечке. Что же это за робот? У него пила вместо руки. Как неудобно. Местный весельчак. Он счастлив. По-своему. У него пила... Так и не скажешь. Стоит тут в укромном тихом уголочке и... Совсем пригорюнился. Может, можно попробовать с ним поговорить? Сперва попробуем у него взять интервью. Нет. Я использую остаток пленки на признание Большого Альберта. Лучше я сохраню остаток пленки для Большого Альберта. Тут ты провалис. Эо, пылесосик! Он откликается на голосовые команды. Я узнал, что ты придешь. Возьми меня с собой. Куда? На тот свет. В мой последний приют. Вечный покой. Ни за что. Только не на первом свидании. Разве ты не мрачный жнец, последний утешитель, похититель душ? А, я поняла, о ком ты говоришь. Тот тип с икотой, он еще на вечеринке. Он так упился, что вряд ли придет к тебе сегодня. Я лис, а ты? Ах, Фил. Мое время еще не пришло. Никак не приходит. Похоже, мне никогда еще так не было жалко робота. Но, не знаю, можем ли мы его подбодрить. Ты видел Большого Альберта? Ты видел Большого Альберта? Я видел такое, чего ты даже представить себе не сможешь. Я видел заросли, там, далеко за оградой. Я видел светлячков, кружащих в темноте у двери особняка. Я видел все это, и намного больше. Но Большого Альберта нет. Хорошо, хорошо. Какой же он уставший и грустный. Наверное, он много уже отработал. Давай поговорим о тебе. Давай поговорим о тебе. Я тебя раньше не видела. Чем ты здесь занимаешься? Обрываю ромашку бытия. Умру, не умру. Умру, не умру. Умру. А какую работу ты выполняешь, пока обрываешь ромашку бытия? Я садовник. Сажаю, поливаю. Подпиливаю столбы ограды бензопилой. Я наблюдаю, как все чахнет под беспощадным грузом времени. Что за этой дверью? Моя мастерская, моя оранжеревья, моя юдоль скурги. Хочешь войти? На первом свидании никогда. Поразительно. Ты стоишь здесь просто так? Нет, не просто так. Я неизбежно приближаюсь к печальному исходу. А чем ты еще занимаешься, помимо приближения к печальному исходу? Много пьяных вырвалось на свободу. Они топтали газон. Пустые люди давят лилии на мертвой земле. Жаль, но хороших заголовков от тебя не дождешься. Тебе грустно? Ах, грусть. Это подлинное имя того, что ты называешь жизнью. Эйк, поговорим позже. Если будем живы. У этого бедняги хроническая, механическая, тяжелая форма острого депрессивного расстройства какого-то. Хочется ему помочь. Он очень милый робот, на самом деле. И я проникся прямо. Он счастлив по-своему. Ну да. Не очень-то заметно. У него пила вместо... Местный весельчак. Так, а у нас остаются диалоги. Давайте проверим, а то мы не проверяли на Дэнни. Не, лапочка. Да, можно еще раз проговорить. А вот этого, по-моему, не было. Я пока не собираюсь умирать. У меня другие интересы. Странное решение. Если умрешь, все будет хорошо. А если нет... Эйк, поговорим позже. Если будем живы. Так. И он снова тут уединился в своем укромном уголочке. Быть может, нам куда-то удастся его развеселить. Окно. Это окно кабинета Фицц-Рендельфа, куда проник Большой Альберт. Тонированные стекла. Тонированные стекла. Тони... 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 Не хочу лезть в окно. Я заметила Большого Альберта. И меня кто-нибудь может заметить. Например, Дэн. Предпочитаю входить через двери. Но оно так доступно. И так пленит своими открытыми створками. Может быть, все-таки... Предпочитаю входить. Ну и ладно. Так, а что если мы попробуем показать наш пропуск роботу? Я не пытаюсь получить разрешение на вход. Я не... У нас еще здесь есть часть экрана. И давайте тоже осмотрим ее. Вот, друзья. Если кто-то из вас здесь впервые, то... Познавайте игры во всей полноте. На VirtuaZilla Game World. Игра, искусство. Прохождение. Это целая история. И... Она... У нас, как правило, получается особенной. Запоминающейся. Яркой. Ваши комментарии только делают ее интереснее. Поэтому не стесняйтесь их писать после того, как посмотрите эту часть. Или если очень хочется, можно останавливать и писать прямо во время. Я вообще не против. Я хочу попробовать еще раз поговорить с Дэном. Может и у него какая-то есть новая реплика. Эо, да он. Как дела? Лучше, чем у тебя, дорогая. Что ты имеешь против меня? Ничего. Я не против, что ты папина дочка и что ты телетантка. Я даже не против, что босс считает тебя талантливой. Тем более, я не против, что ты ненавидишь спорт. Что ты полоумная и что с тобой невозможно договориться. Я против тебя вообще ничего не имею. Чтоб ты окочурился от холода. Твое здоровье. Ну, у него, по-моему, еще там было немножко вкусного антифриза во фляге. Этого должно хватить, чтобы не окочуриться. Слушайте, какая ночь. Какая просто прекрасная атмосфера. Я аж свежесть этого ночного воздуха ощущаю, как будто он с экрана веет. Особняк. Давайте зайдем в особняк. О, так тут есть твои друзья. Эо, мисс. Я думал, вы ушли. Мистер Фитцрендель. Идите, присядьте со мной, мисс Аляр. Я и не думал, что вы такая тусовщица. Я? Нет, что вы. Я осталась, потому что мне у вас очень нравится. Вам не нужно оправдываться, мисс. Я всегда рад видеть помощницу моего друга Мюррея. Вообще-то я говорил о вашем оригинальном танцевальном стиле. А, понятно. Я вас обидел? Да. Нет. Может быть. Просто... Не знаю пока, как его имя, но разговаривая с ним, лис поймала себя на мысли, что ранее не встречала такой интересный букет, выложенный пирамидкой. Три, две и одна. Шесть. Ну вот я считаю, что все эти традиции четные и нечетные к черту. Зато здесь красивая пирамидка. А почему вы сидите здесь в одиночестве? А почему вы сидите здесь в одиночестве? Я люблю вечеринки, но возраст уже не тот. Поскольку я хозяин, я не могу пойти спать. А здесь, по крайней мере, тихо. Тут прям такая лакшери обстановка. Мы видим мебель из дерева дорогую, отделку красивую. Все очень аристократично. В сегодняшнем интервью я забыла вас спросить. О, тут о многом забыла спросить. Вы ладите со звездами ваших кинокартин? Я стараюсь быть хорошим боссом, но это не всегда легко. Слава бьет им в голову, и они порой совершают странные поступки. Там такой голдеж и гам. Но на фоне этого нам придется еще общаться обо всем. Большой Альберт? Да. Что да? Большой Альберт. Что насчет него? А что, думаете с ним что-то случилось? Мисс, если так пойдет и дальше, я начну понимать, почему вас зовут полоумный лис. Это что, знает кто-то кроме Дэна? Или он успел сходить к нему и рассказать что-то, пока мы там общались с роботом? В любом случае, наша героиня довольно милая. Как идут дела у МКО? Обоснуйте свой ответ. МКО остается крупнейшей киностудией в стране и в мире. Мы ввели в моду фильмы ужасов. Но у нас еще много козырей в запасе. Посмотрите на него, запомните это лицо, ребят. Наверное, лет через 30, когда я буду для вас проходить какой-то очередной квест. Посмотрев на меня, вы вспомните его. А может быть и нет, но время покажет. Пожертвования, фонды, благотворительные акции. У вас остается время на себя? Ха-ха-ха-ха, я просто выполняю свой долг по отношению к обездоленным, мисс. Без кофе, которое их поддерживает, сливки общества пойдут ко дну. Откуда вы знали, что я хотел сказать? Я не знала. Поразительно. Фильмы ужасов изменили отношение общества к монстрам. Вы гордитесь этим? Фильмы ужасов изменили отношение общества к монстрам. Вы гордитесь этим? Нет, мисс. Конечно, нас уже не преследуют, и мы наконец-то получили равные со всеми права. Но, к сожалению, предстоит изменить еще многое в мировоззрении людей. Ведь столько и судят о других по внешности. Спасибо, что уделили мне время. Никакая я не помощница. Извините, просто вы так молоды, а Мюррей такой... Такой, ну вы понимаете, такой Мюррей. Интересно, что это за шрифт? Чем-то похож на лад, так красивый шрифт, приятно его читать. Дэн, спортивный журналист. Откуда вы его знаете? Скажу вам только одно. Лос-Анджелесские уроды. Что? Они мои. Рада за вас. Это бейсбольная команда, мисс. Я давно ее купил, а Мюррей ходит на всем манч. Я пока не общаюсь, продолжаю рассматривать интерьер. Кто бы это мог быть на этой картине? Да и на этой. Может быть, это какие-то персонажи? Но если мы где-то их найдем, то вспомним об этом. Почему все так любят Дэна? Не хочу показаться тщеславным, но Мюррей похож на меня. Мы оба вышли из низов. Оба сами себя сделали. Мы не задираем носы и не чураемся простого народа. Дэн, Хам и Даун. Дэн, Хам и Даун. Думаю, я знаю, почему вы злитесь на него. Он вам нравится? Да как вы смеете? Вы знаете, что однажды я нокаутировала холодильник ударом головы? Думаете, вы лучше, чем холодильник? Хм, в нем было полно еды, между прочим. Двадцать, двенадцать, один, четыре. Здесь очень уютно, правда? Дэн не заслуживает, чтобы мы так много о нем говорили. А у нее иногда такой острый язычок, да. А что с моим танцевальным стилем? Ну, вы явно не привыкли танцевать на публике. Я ни разу не танцевала на публике, но в зеркале я выгляжу классно. Тогда не позволяйте никому говорить вам противоположное. Если бы я в молодости не верил в себя, то не стал бы тем, кто я есть сейчас. Вы намекаете, что я плохо танцую? Нет. Хотя общество не готово видеть женщину, которая танцует всем телом так быстро и с такой свободой в отношении ритма. Ага. Я феминистка. Овощной суп. Овощной суп? Не понимаю. Хотите? Что? Овощной суп. Хм. А с чем он? Поразительно. Так о чем это мы? Я пойду прогуляюсь. Одну минутку, мисс. Вы, наверное, знаете, что я знаком с некоторыми медицинскими светилами. В том числе с психиатрами. А моя двоюродная сестра — ветеринар. Я... Я заметил, что ваши слова иногда поражают. Да, я много читала. Да, да, да. Я говорю про, например, овощную суп. Бедненький. Вы не ужинали? Да. Нет. Не буду вас больше задерживать. Да, вдоволь поернищев. Минусы? Не могу пройти в коридор, который ведет к кабинету Фитц Рэндальфа, пока он тут расселся. Плюсы? Он дружит с Дэном. Есть идея? Плохая идея. Хорошая. Плохая. Хам. Балаумная. Дэн Мюррей! Значит, ты не собираешься помогать мне и не выманишь Фитц Рэндальфа из холла? В точку. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Хорошо. Но Лис Аллер была не из тех, кто легко сдается. И решила убедить Дэна увезти Фитц Рэндальфа из холла. Так, будем этим заниматься. В капот по-прежнему, наверное, нельзя нам лезть. Как-то раз мой... Я была... Пусть лучше будет закрыт. Как будто он спит. Пусть лучше будет закрыт. Не появилось ли у нас чего-то в инвентаре? Багажник. Дэн не разрез... Дэн. Эо, Даун, как дела? Лучше, чем у тебя, дорогая. Можешь помочь мне и увезти Фитц Рэндальфа из холла? Не могу. Я поставил пол зарплаты на сегодняшний бой и скоро объявит результат. Не увиливай. Это же всего на пять минут. Мне так жаль, что я не могу тебе помочь. Ужасно жаль. Ты пропускаешь сегодняшний бой, потому что в наказание тебя отправили сюда? Нет, не самое страшное. Босс позаботился, чтобы меня не пускали на стадионы, гоночные треки и в спортивные залы. Перекрыл мне кислород. Боже, я не могу пропустить бой в пятницу. Мэнни Молотобой Браун против Рика, итальянского жеребца Сандретти. Я готов на все, чтобы туда попасть. И здесь мы видим пасхалку, отсылку к игре Ранэвэй. И я очень люблю, как Пендула связывает свои продукты, и у них получается это отлично. Ты поставил деньги на бой. Расскажи про него. Джим Грязная Кровь Диксон против Рона Дьявола Перлбоя. Мелочь по сравнению со следующей пятницей. Давай сменим тему. А тут своя лунная соната начинает звучать на фоне. Я так как-то прозвал эту мелодию, потому что она с чем-то схожа. Так что ты такого натворил? Мяч на твоей стороне, дорогая. Ты напился в стельку? Я никогда не пью, дорогая. Никогда. Ты кого-то убил. Дорогая, если я когда-нибудь кого-то убью, ты узнаешь об этом первый. Боссу надоела твоя расхлябанность. Он давным-давно сыт мной по горло. Теперь это его обычное состояние. Мне наплевать на тебя и на то, что ты делаешь. Какое облегчение? Можешь не стараться. Ты все равно ничего не узнаешь. А если узнаешь, тебе это не поможет. Что ты имеешь против меня? Ничего. Я не против, что ты папина дочка и что ты телетантка. Я даже не против, что босс щит. Тем более я не против, что ты ненавидишь... Что? Твое... Это мы все слышали, поэтому это я пропускаю. Так, ну нам нужно попасть туда. Будем осматривать холл. Разве что еще попробуем спросить. У тебя местный весельчак. Фил, лапочка. Что ты нам скажешь? Давай поговорим о чем-нибудь веселом. У тебя получится. Нет. Бракованная микросхема речи. Она проработала один день. Краткое и обманчивое счастье. Давай поговорим о тебе. А чем ты еще занимаешься, помимо приближения к печальному исходу? Много пьяных. Жаль. Эй. Если будем живы. Наверное, я тоже когда-то буду так отвечать. Виртуозила. Пройдешь ли ты для нас в Сайберию? Если буду жив. Так. Что у нас тут, друзья? В этих коридорах. Два робота, я вижу. Да, я их вижу. Можно пройти налево. Здесь два коридора. Впереди танцевальное зало. Справа кресло, на которых развалился вот этот вот парень. Его имя пока не помню. Украшено все тыквами. Не как Хэллоуин. Но что-то об этом ничего вроде бы не было. Да и на дворе не осень вроде бы. Там танцы, но они уже заканчиваются. Когда я уходила, там оставались только Мрачный Жнец, Бэнк Сиктулху, Чупакабрас и еще кто-то. Там танцы. Когда я уходила, там оставались... Когда я уходила, как... Не пойду. Там Бэнк Сиктулху. У него слишком много рук, и все лезут куда ни попадя. Не пойду. Не пойду. Слишком много рук для подтягивания брюк. С вами все в порядке, мисс? Я хотел осмотреть это место, но, видимо, сюда можно зайти только для диалога. Вы не смотритесь, праздно сидящим в кресле. Вы бы лучше смотрелись в постели. Мисс, если вы хотите, я с удовольствием разделю с вами ложа. Нет-нет, я не хочу спать. Тем лучше. Я тоже не хочу. Спать мы и не будем. Ох, не важно. Забудьте про постель. Я придумаю что-нибудь другое. Поразительно. А вы пренебрегаете всякими условностями. Так, отказавшись делить с ним ложи, Лис забыла спросить в сегодняшнем интервью про... Вы ладите со звездами ваших кинокартин. Я стараюсь быть хорошим боссом, но это не всегда легко. Слава бьет им в голову, и они порой совершают странные поступки. Так, ребят, некоторые я мог уже спрашивать, но на всякий случай, чтобы ничего не пропустить... Как идут дела у МКО? Обоснуйте свой ответ. МКО остается крупнейшей киностудией в стране и в мире. Мы ввели в моду фильмы ужасов. Но у нас еще много козырей в запасе. Пожертвования, фонды, благотворительные акции. У вас остается время на себя? К слову, пожертвования и благотворительные фонды это очень важная составляющая жизни виртуозила Game World. Не пренебрегайте этим, друзья. Реквизиты в описании. Помните, что канал существует исключительно на ваши добровольные пожертвования и не имеет других источников финансирования. Фильмы ужасов изменили отношение общества к монстрам. Вы гордитесь этим? Нет, не сожалею. Ведь столь... Спасибо. Так, я хочу поговорить о Дене Мюрее. Я хочу поговорить о Дене Мюрее. Ден, спортивный журналист. Откуда вы его знаете? Скажу вам только, что... Это было у нас... Это... Почему? Не хочу показаться тщеславным. Оба с... Это тоже было. А что с моим танцом? Ну вы явно... Я ни разу не танцевала на публике, но в зеркале я выгляжу классно. Тогда не позволяйте никому говорить вам противоположное. Так. Ты кач... У вас есть билеты на бой между молотобоем, как его там, и этим с Андретти? У вас есть билеты на бой между молотобоем, как его там, и этим с Андретти? С гордостью могу сказать, что нет. Мне запретили посещать любые мероприятия семьи с Андретти, потому что я разоблачил их мафиозные делишки. Чтоб они вернулись в свой Нью-Йорк и оставили нас в покое. Я пойду прогуляюсь. Приятного вечера. Так, попробуем тогда диктофон сейчас применить на него, что он скажет. Или она... Я уже взяла интервью у Фитц Рэндольфа. Хватит с него на сегодня. Я уже взяла... Бейджик мне нужен был, чтобы пройти на церемонию и на вечеринку. Теперь от него никакого толку. Бейджик... Давайте познакомимся с роботами. Один из революционных роботов доктора Цельсиуса. Он почти целый. Он почти целый. Он... Один из революционных роботов. Он почти целый. Все то же самое. Что, малыш, охраняешь лестницу? Запретная зона. Проход разрешен только Вильяму Фитц Рэндольфу. Не волнуйся. Я не собираюсь подниматься наверх. Но я собираюсь задать тебе несколько вопросов. Там наверху апартаменты Фитц Рэндольфа, верно? Запретная зона. А что будет, если я поднимусь по лестнице? Я тебе брежу. В пансионе благородных девиц меня научили манером. Тебе, видно, повезло больше. Ответ отрицательный. Хорошо поболтали. Но до скорого. Ответ отрицательный. Эо, пылесосик. Заполни пропуски. Мама велела красной шапке отнести корзинку бабушке. И вести себя осторожно, потому что в лесу была... Запретная зона. И там жил волк. Ты знаешь, кто такой волк? Ответ отрицательный. Так вот, шапка отправилась туда, где была... Запретная зона. И жила ее бабушка. У тебя вот есть бабушка? Ответ отрицательный. В общем, волк бы всех слопал, если бы дровосек не сказал ему. Я тебе брежу. У тебя что, микросхема речи заела? Ответ отрицательный. Хорошо поболтали. Но до скорого. Ответ отрицательный. Там еще была тема для хорошей болтовни. Эо, пылесосик. Запретная зона. У одной своей коллеги, умной девушки и отличной танцовщицы. И она сказала ему... Я тебе брежу. Пропусти меня, пылесосик. Запретная зона. Хорошо поболтали. Но до скорого. Ответ отрицательный. А теперь к его собрату. По микросхемам. Эо, пылесосик. Я ничего не имею против твоего брата напротив. Но... Но могу поспорить, что добряк в семье это ты. Правда? Запретная зона. Проход разрешен только Вильяму Фитц Рэндальфу. Ясно. А что будет, если... Я тебе брежу. В пенсии... Ответ отрицательный. У меня есть шанс склонить тебя к переговорам. Ответ отрицательный. Хорошо поболтали. Но до скорого. Ответ отрицательный. Да, это такие прям грозные механические вышибалы. Эо, пылесосик. Заполни пропуски. Мама верь и... Ответ... Вот я тебе... Ответ... Так, ладно. Надо думать, как... А что если, например, вот здесь, да, зацепиться за поручень, перемахнуть через него, подтянувшись? Поедет ли он за нами по ступенькам, чтобы врезать? Остается коридор. И еще один коридор. Наверх пока не попасть. Я думаю, что, ребят, на сегодня мы с вами завершим. Первая часть получилась такой. Очень хочется увидеть ваши первые впечатления от этого квеста. Пишите это развернуто в комментариях. Я обязательно всем вам отвечу. Не забывайте поднимать пальцы. Делиться видео с вашими друзьями. Потому что, ребята, хорошие ребята, должны узнать о VirtuaZilla Game World. Познать вкус стопроцентных прохождений. И после этого, я уверен, они непременно скажут вам спасибо. Потому что, исходя из тех комментариев, что мне присылаете вы, так оно и происходит. Ну что ж, встретимся во второй части уже очень скоро на VirtuaZilla Game World. Продолжение следует...